приветствую вас друзья христос посреди нас задолго до начала великого поста а именно за несколько недель святая церковь начинает нас готовить к этому важному периоду духовного делания и начинает готовить нас прежде всего особым строем богослужения и чтением священного писания вот первый такой отрывок посвященный именно приготовлению к великому посту это есть евангелие от луки где рассказывается история некого мотаря по имени закхей этот человек был богатым и можно сказать принадлежал к элите городской такого крупного значительного города как иерихон он был сборщиком налогов и когда господь проходил через этот город закей пожелал увидеть христа давайте представим себе эту картину богатый человек знатный состоятельный такой наверное который даже соблюдал какую-то дистанцию какой-то такой специально показушный имидж человека властительного неприступного властного возможно даже жестокого потому что изымать налоги то и сажать в долговую тюрьму это же как говорится деятельность не очень такая либеральная и вот такой человек с таким положением уважаемый и одновременно ненавидимый в обществе ненавидимый тем теми кто его боялся кто от него претерпел этот человек решается влезть на дерево для того чтобы увидеть христа проходящего мимо и господь когда поравнялся с этим деревом говорит ему закей что то там на дереве слезай потому что мне надо быть сегодня у тебя дома в гостях и вот закей радуясь лес и принял иисуса у себя дома и и все видят то начали роптать и говорили что он зашел грешному человеку за кей же став сказал господу господи половину имение моего и отдам нищим если кого чем обидел вас дам вчетверо смотрите половину отдам нищим а кого чем обидел вчетверо воздам как вам это половину сразу отдам а тех кого ограбил с кем был несправедлив кого обокрал или обидел вчетверо дам такая знаете норма иисус сказал ему ныне пришло спасение к дому сему потому что и он сын авраама это удивительная слова потому что закета был сыном авраама по определение он же был евреем он потом авраама почему же господь говорит что ныне пришло спасение дому сему потому что ион сына Авраама. Вот он теперь сын Авраама. А что он доселе утерял сыновство Аврааму? Похоже, что так. Потому что сыны Авраама это не те, которые по плоти и крови его потомки, а те, кто его сыны по духу, кто одного духа, одной веры с ним. И вот теперь, когда Закхей, вот так он жаждал увидеть Христа, когда явление Спасителя так изменило этого человека, он, конечно же, раскаялся. И это покаяние изменило его настолько, что это был уже другой человек. Я пол имени моего отдам нищим. В четверо всем, кого обидел, верну. Посмотрите, это другой человек. Это совсем не тот Закхей, который был доселе. И вот тогда поэтому Христос говорит, ну вот и он сына Авраама, потому к нему и пришло спасение. А мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, почему Закхей желал Христа увидеть. Кто-то может скажет, что любопытство им двигало. Но любопытство, праздное любопытство, это как бы не тот образец, к которому нас бы призывала Евангелие. это как бы не то свойство человека, которое Господь должен был бы похвалить. А ведь он же похвалил Закхея, он же как бы его ставит нам в пример. Значит, наверное, здесь дело не в праздном любопытстве, а в неком таком чувстве, в неком таком состоянии человека, которое я бы назвал жаждой духовной. Вот вспомните, с чего начинается Нагорная проповедь? Блаженно нищие духом. То есть, блажены те, кто осознает свою потребность в духовной жизни, не просто признает ее необходимость. Мы же все понимаем, у нас и тело, и душа, и, соответственно, духовная жизнь нужна. Нет, не просто признает, что это есть, осознает потребность. Он живет этой потребностью. Он себя считает нищим. Все, что он достиг, все, что он имеет, все его духовные высоты, это нищета по сравнению с тем, что он может приобрести у Христа. Вот мне кажется, дорогие братья и сестры, что вот такой жажды духовной жизни, вот такой жажды Христа у нас ее недостаточно. У нас ее нету. Мы как бы верующие люди и мы что-то для духовной жизни своей делаем. Но вот такой жажды, как бы сказать, такого свежего, такого искреннего, горячего стремления к духовной жизни у нас нет. Да, жизнь, быт поглощает, семья, забота, работы наши. Мы устаем. Иногда бывает сил нету, как мы говорим, в руки Евангелия взять, в храм пойти, уделить что-то для духовной жизни. А вот послушайте один эпизод библейский из жизни Исаака. Это 24 глава. Он ожидает, что посольство, отправленное за невестой, вот уже должно нет-нет-до появиться. И здесь написано «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить». И вот идут верблюды. То есть, он вышел поразмыслить и увидел верблюдов. Что значит вышел в поле поразмыслить? Ведь этот человек, который хоть был и богат и знатен, но он занимался простой, обычной сельской жизнью. Вот этот период патриархийной библейской истории, период, который описывает нам жизнь Авраама, Исаака, Иакова, это тот период, который характерен тем, что эти люди работали наравне со своими работниками. Так же клеймили скот, так же пахали землю, так же занимались стрижкой овец. Люди физически работали так, что к концу дня, конечно, уставали. Ну, уставали реально. И вот, тем не менее, этот человек выходит в поле поразмыслить. Вот там у него дом, там котлы, может быть, с кипящим мясом, там крики детей, там какие-то там уже вечерние какие-то такие моменты, когда люди отдыхают после работы, а он выходит в поле поразмыслить. Что это такое? Мне кажется, это не просто человек, но о чем-то пустом вышел поразмыслить. Что-то здесь, мне кажется, внутреннее, какая-то такая потребность уединиться, возможно, помолиться, возможно, побыть с Богом, богомыслием каким-то заняться, поразмыслить. вот там у себя дома, в этих шатрах, там не получается поразмыслить. Этот человек нашел себе силы, ощутив потребность вот для такого духовного уединения и вышел в поле поразмыслить. А мы говорим, что у нас нет сил, у нас нет времени, у нас, дорогие братья и сестры, нет потребности. Вот такой жажды, которую мы видим на примере Закхея. Я не буду идеализировать старые времена, потому что как и сегодня, так и тогда были люди стремящиеся к духовной жизни, а были те, которые и сегодня такие есть, и тогда такие были, которые просто плоть. Вот посмотрите перед всемирным потопом, шестая глава. И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Эти люди просто плоть уже. Так что и духовные, и чисто плодские люди, они были всегда, но во все времена были такие, как Исаак и были такие, как Закхей. Я думаю, об этом нам должно поразмыслить и задать себе такой вопрос. А у меня есть вот такая потребность в духовной жизни, такая жажда Христа? Ну, а если есть не только в теории, то, наверное, как-то это должно в моей жизни, может быть, через усилия, может быть, через подвиг, но тем не менее, должно как-то в моей жизни проявиться. Помогай в этом, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok